Субтитры сделал DimaTorzok Ну, NAP они шли хорошо в своей группе. 3-3? У них 3-0 было изначально. Изначально, да. Было 3-0, а потом игра немножко с... Ну, в общем, неважно, в принципе. Команда равная. Вот это вот 50-50. Все зависит от... Я бы не сказал, что все зависит от исполнения. Мне кажется, все слишком хорошо у Radeon. Если SF у нас будет играть через... Какой ему нужно билд играть? Физу? Да. Так он всегда одно и то же делает. Барабаны. БКБ. Ну, обычно играет... И он может перебить Физу? Ладно, в общем, все равно HellRaisers. Друзья, я готов передавать слово комментаторам. Давайте смотреть Dota наконец-то. Спасибо вам большое, ребята. А вот у нас Mipo. Предпоследним пиком. И нашей студии Анлетикова не нравится. А ты как думаешь? 30 секунд до начала сражения. Огромный пик команды NIP. Вот этот Bounty Hunter, который появляется в Виверна. Все под Ченом. Еще доехал Mipar. Ну, тут действительно не выглядит, как Фриш наиграли Mipar, потому что каждый из героев HellRaisers обладает ОЕшкой. А мало того, есть еще возврат Дизраптора на случай, если что-то пойдет не так, какого-то Mipar вернуть. Вот. Но, с другой стороны, у команды NIP есть два сейва. То есть есть под Хилл Чена, есть, в общем, защиты Виверны. То есть, возможно, если они очень круто как-то расконтролят и смогут с тем Bounty Hunter наклепать киллов, возможно, у них все получится. Начинается. Да, поглядим. В целом, у нас так-то был матч у NIPO. С тем же Bounty Hunter, играя от камбэка, когда вот покупал Саганим, то есть, возможно, как план B такой будет использоваться или даже как план, там, C. Посмотрим. У нас пока битва наездникова пошла между Mipar и Sanayka. Опять же, вот у нас уже матчи в Плэйоффе идут, где встречаются команды из Европы и СНГ. Впервые за Пушка Лигу. Группы у нас были лишь между регионами. Команды играли. Ну, точнее, регион, ну, внутри своего региона играли в общем матчи. И вот здесь посмотрите, как сыграли сейчас. Потому что вот те же Chicken Fighters, они очень даже неплохо сыграли на ESL. Они вышли в топ-4 ESL, а в то время как Hellraiser даже не смогли из группы выйти. То есть, возможно, вот будет такая тенденция, что все-таки Европа чуть лучше, чем в СНГ. И уже наоборот у нас сейчас как раз команды СНГ будут разваливать. Видите, у нас топ-1 СНГ это Hellraiser, и играют они против топ-4 Европы. Это вот Nip и бывшие Chicken Fighters. Да, сейчас посмотрим. Ну, кстати, Xanayka классно играет. То есть, потратил всего лишь 2 кайла здесь. Остальных хрипов добил с руки. Очень круто. Вот это правда пропустил только в сторону же Supri. Там битва подпупывается. Поймал же Дарайзау. И 2-3 пошел, но неплохо размял. Да, вот бить не получается, но уже прям под вышку отправил. При этом нужно и хил прожимать уже здесь. Ник, кстати, играет у нас на Тимбере. Кор Тимбер, то есть здесь понимает. Возможно, это будет Кор Тимбер с Аганимом. Против этого непорядка. Посмотрим. Очень интересно будет глянуть. В теории могли поставить, ведь у нас Разор против Тимбера, и Тимбер был бы прям совсем некомфортно на линии дальше. Или вот у нас на топе остается Разора Керри от Санейка против как раз Гефаника и суппорта Климса. Да, да, это герой против Чена. Показываем нам в Тимбер Резерс, как это работает. Выглядит классно. Нападение на Фанника. Но нет. Кстати, такая связка команды Тимбер Резерс на топе, что вот эти герои, то есть тот же вот Климс, у нас там бывал Прэджикал, как Кор Герой в центре, тот же вот Вейт Спирит по всем правдам он сыграет. Там и Суппорт, и Кор, и Хардлейнер, и куда он будет поставить можно. А тут, правда, у нас ФБ близко, от Телепорта Сорожа, и он успел проесть баночку, так что отступает под вышку. Успели сбить ему хил, но, тем не менее, Климс ФБ не напидел. Хотя, теперь вот при СКП что-то не понятно. А он ЛВ-2 сейчас ждет, потом он сейчас сможет Крипа съесть, все станет у него нормально. Ну да, так можно исполнить. Если Присоска была бы Разором, он бы мог его зацепить и бил бы прям в тень. Кстати, да. Крипа ищет, кстати, тут забланино. Ну ничего, ЛВ-2 есть, тут у нас есть, наверное, какого-то просто Крипа Лайнового подождать. Нет, он лапшел у нас, я как вижу, вниз, Крипа на треугольник подкушает. За ним, конечно, там выезжает Телепорта Сонейка, но он не стоит там просто так ходить, блудить. Суприм, сеточка пошла, Поксаник, кстати, отпевается с Блотла, Рейс не запускает. Дальний. Там уже есть Блотл. Уже есть Блотл, здесь, кстати, ЛВП, это ЛВ-2, а есть у нас притяжка на Телепорта Сонейка, и это ПВ. А вот Роджер не напитил ФБ, так еще и запайкил на вот такое перемещение Сонейка, и Паник теперь довольный Сверзгладом. Да, и первый хай-демаж у нас для Роджера, кстати, появляется. Сейчас он опять пойдет, вот есть Крипа. Четвертый левел, кстати, Мепарь. Так, а здесь еще Пикпошка, ЛВ-2 против ЭР-2. Так, у нас 12 Крипстат у Блоти Хантера, у Тимбера 17, чувствует себя неплохо. Надеюсь, нам потом скоро включить на Творца, мы сможем посмотреть, как себя по на Творцам чувствует и одна и другая команда. В принципе, ну, примерно так, пятая, можно будет уже оценивать эти моменты расходников в колени. Творца нужно в стэш положить, знаешь, кучу таких дешевых вещей, чтобы, если что, просто деньги всегда под ноль тратить. Мепарь, кстати, вырывается немножко вперед, 20 Крипов имеет, у СФ тоже 19. СФ, кстати, против Мепаря с Аганимом очень сильный герой. Кстати, да, как вариант, мы можем это увидеть. Не так часто мы наблюдаем Аганим на СФ, но за группой пушки видели мы это единожды. Вот, насколько я помню. Пластичка у нас. Вот, глядим, Роджер Телепорт, да ладно, ну, опять он уходит на лох ЭП. Хорош, уже дважды повторяет вот такой мув Телепорта на последних хитпоинтах, но, правда, в этот раз он летает не на вышку, а на фонтан, что как раз-таки правильно. Ну да, да, мне было у него уже ресурсы, нужно восполнить. Здесь у них саваруют денежки, пробивается Дерлайта. Кстати, у него уже особо нет. Я в этом плане, конечно, герой гораздо сильнее, потому что халявный реген, есть фактически спасивки. Мепошка немножко переагрессировал, поймал пару лишних орехов от вышки. Ну, на подкилецей команде, на самом деле, здесь, в принципе, можно и подкидить ненароком. Вот, допустим, у нас Пошка под замедлением, на лох ЭП уже отступает. Это верно, Сайберлайт едет в погоню, сплюнул два раза, как раз кем, в две цели, подъезжает у нас Сайберлайт и как раз и убивает Лепошку. Зря он так сыграл, конечно. Вот, не сто так завышку загонять коллектив в них, ценой свои кинсы. Вообще, казалось, если он третий левел и сможет дать просто сейчас вот этот Сандерстрайк, и если бы Никс попал с киллами, казалось бы, что мог убить он от этого. Неверно это, но нет. Под Сайберлайт баунти руны у нас ССФу. Пару Рейзов взлетает в сторону Мипу, при этом Роджер даже успел пару распынуть вышку. И сейчас война пошла за баунти руну, отгоняют здесь Эрол. Роджер сообщает, что это его руна и уже две руны для коллектива Хелл Рейзерс. Но, правда, Сайберлайт коверлит нижнюю руну, и вот одна осталась у нас на другой руке. Хелл Рейзерс. Три в один. Три в один. И сейчас уже Баунти Хантеру, чем дальше, тем сложнее выставить Баунти Хантеру. В исключении 6-го левела они вообще не могут его здесь выгнать. И здесь смотришь на дартфон и понимаешь, что, блин, если Хантер здесь на шмотках, возьмёт там быстро свои худые и так далее, кто его убьёт здесь? Ну да. Вот на ранних этапах. Погоня за Фанников, Фанников, господь, пожалуйста, не бьет. Матальный тип и всё. Два кольца Агрегена, кстати, у Баунти Хантера. Вот так вот он решил справляться по Борегену. А здесь 5-липаний или пульс криптов. Нет, сходим, 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 сходим. Возможно, сходим, 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 сходим. Продолжать, что парень. Возможно, сходим к этому моменту на пупице Аппице, и просто забыл очень многое, что вот тут, если дошёл бы с этим бизнесом, у нас Боник. Вот, возможно, это сильно Пабономика у нас отбросил об этом импоря, Но пока что, в общем, Сайберлайт у нас фармин. А здесь, кстати, нападение на Сайберлайта. Да, неприятно. Есть туда удар еще с интерстрайка, но нет. Страйки, он там остался буквально на один... Ну, да, один удар. Топлевойчик такой маленький в его сторону, чтобы убить. Контроль дабл демаж руны у нас от Роджера, но как-то он не ожидал эру сверху видеть. Руна была заданайна, и SF в свою работу не наполнил. По нетворцам топ-1 за мипу, а SF не так много татил в центре. Едет в 500, и в принципе, дела идут у нас чутка более успешнее в коллективах HellRazers. А здесь нападение? Тут у них уже. Да, должны погибать. Должен погибать. Санейка показывает всего перемещения, показывает перемещение гипаря. А мало того, Фаник умудряется, в общем, и паджал еще. Да, по-настоящему сейчас пережать пока что Розора. Плохая игра у Чарльз, странно. Обычно ты ожидаешь, что Розор милишников будет просто из них все изничтожать. И седьмой левел берет SF. Интересно, на ком левеле возьмет ульф? Ну, у нас SF играет вот через билд Еула, как мы видим. То есть у нас SF под магию будет играться здесь. Хочет играться нормально. Хотя, вот, будет ли вот под момент там баланса урона? То есть у нас вот керри-тиндер, это магия. И еще SF через магию. Не стоит ли вот немножко там блокбета без урона добавить? Ну, с другой стороны они играют против нефарят. Да, против нефарят, против нефарят, против нефарят, против нефарят. То есть два героя, то есть мифарит, это большие люди. Да, здесь академийный SF, на далеко уже нет. Саня, конечно, здесь напилил фраг в размер на эру, но не очень правда для команды. То резис, конечно, не получилось, но что ж поделаешь. Да, да. Магия мне здесь нравится, потому что в нефаре бкбшку не купит. И верно, это тоже пробивает. И в целом тут на разоре тоже бкбшка не скоро появится. То есть имеет место быть, скажем так. Тимбер, 3200 на форше. Примерно равный на форше. Не парнем. Баунтеханка. Мне кажется, что у нас здесь не хватит. Ну, пытается продамажить, но да. Что-то, получается, будет сейчас пуфаться на Суприм и... И попробили по пол-хп каждого. Здесь, мне кажется, лучше просто РСП побанить. То есть не пытаться его вот так вот гонять, убивать. Тем более появляется ПТ. Теперь эти мифы очень сильно обманяются. Сблокировал стак. Гоним. Один варк, кстати, есть у нас поставлен на Хелл Рейзерс. Второй варк не жил. И хотя бы не шалбаш. Курьер поделал неплохо. Танцует тут свой танец в скелете Городжер. И еще и домаш у нас в 4-ю обедного эра. Я поварились на видолагу. Очень чтож. Очень красиво играет Хелл Рейзерс. Еще один стак для Роджера. Но здесь, кстати, он может поднимать. Патут трекил. Да, и чудар с Дженады. Гэтмидом. Хорошие деньги. Опа, еще и Курьер. Кошка справился. С мини-Виверной и Килифорн по металльной кастре. На фонтан Мипа не успевает наказать. Но мы близок. Там буквально секунда времени и Мипа уже успел. Сбить телефон на Мипа. Думаешь, там есть варк, но нет. Варк у нас чуть-то левее. Вот команда Хелл Рейзер стоит около аванпоста. Так что небольшая дизинфа. Зашла вот Мипа. Видимо сейчас Сэндрю впустую потратит суппорт команды Ниндзен Пижамас. Ну и не верен я, что Хрилл Рейзер с вот эти все размены выгодные. Потому что мы видим, что Ярозор начинает чувствовать себя хорошо. Он соло стоит на линии и может фармить Лестер быстро. И Баунти Хантер бьет вот эти вот стрэнкилы. Чего, что они добились. Убили Виверна, получили дэмэдж немножко на этом. На тачере. Это как-то слабенько. Вот. Тут качается Никс. В целом, в целом пока что все неплохо. Ярной и другой команды. Очень важно будет посмотреть, как будет у нас контролировать сейчас самые посты. Часто секунд и Баунти. Кстати, а вот интерес к поводу покупки артефактов от Фанника. То есть это будет выход Юл или сразу быстрый Аганим. Все-таки Аганим, ну, весьма неплохо, ведь против Мипа в теории смотрится. И против Виверна. Я думаю, это будет Аганим. И это больше против Виверна, чтобы она не могла сейвить. Просто, чтобы влететь, засалить ее, уйти, в общем, от Разора. Как-то так. 15 секунд появление Баунти Аманпостов. Смещается в мид у нас Разор. Верно, интересно. Выход под ЭР будет. Саня, конечно, ЭРа уже забыл. Есть ультимативная. Да, конскет гонят у нас здесь Чарли. Тоже эту атаку Чарли. Но, кстати, он очень аккуратно хрустает Саня. Но не хватает. Он на этот момент скидер сжить. В общем, тем это очень классно сыграл. Но в это время нас убивает Рожера. Рожер же украл Баунти? Нет, не в Руде, нет. Так, понятненько. И пока что такой вот. Что лавел ждем на Баунт Флэчере? Реализация, наверное, ультимейта. На Никсе у нас что кланкается? Сон. Здесь ЕУ. Так, как она Чарли? Чарли потом увидит. Верно, кстати, покупает сейчас смок. Баунти Хантер берет у нас урну. Вот такие вот ауры у нас будут. То есть будет весел на Баунти Хантере. Возможно, будет Пайп. Потому что здесь Тиндер и СФ. Дизраптор. И Лиг смещается у нас Иль. Тут руковаться. Лигож, кстати, всего лишь лывел 5. Мне кажется, нужно подождать 6-го. И в целом, как-то они... Пробить. Проправили нет. И вот там пробили. Походишь на солидарис. Максимальный байт у нас от команды. И здесь, конечно, у нас не тренируется. Не тренируется. Не тренируется. Не тренируется. Не тренируется. Не тренируется. И у нас еще и отступает Баунти Хантер. У нас там выйдет в спину. Кто-то подрезать и отступает на чей за свой тигр. Тухлы ставят панику по трекам. По деметам отступает. БХ рядышком и финиширует паника. Все-таки байт удался у него. Не хватает еще левелов у нас на саппортов. Не хватает 6-го левела на Дизрапторе, чтобы эту драку поводить. Потому что Чен 6-й левел взял. Как раз вот этого артилла хватило, чтобы спасти ми поля. А демеджа, хеллрейзерс не хватило. Здесь они переагрессировали. Все-таки 11-30. На Дизрапторе нет 6-го левела. Довольно поздний тайм. Роджер тем более еще потратил свой утимейт. Следующая у него это медалечка. Тут Сариберлайт, кстати, сейчас может этого Роджера убить. Хороший герой против Банфлетчера, если так задуматься, смотри. Опа. Будет погибать здесь Роджер, по идее. Можно все веке начать меча. Бау. Належь пускает. Да, и уже ты вот этим Флетчером на линиях так не попармишь. Кстати, а вот у нас ми планирует входить в шотган. Да, 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 кайтом на ми поряд, что абсолютно все, что вы видите в шотган. Шотган ослабили. Нижняя башня селета. Я уже ждал ту гидл, где у нас были нами, но уже все приоритете, нежели об этом бразили. Так, их аллезис опять на него там наступает на эту вышку, нападает. Ликошка все еще левел 5. Так, из-за того, что так активно перемещаются у нас с этой командой. Получается, это же левел. А еще здесь вписатель, в качествествуются парни с нит, но даже так они вышли. Да, это не приятно. Загинали вышку, но тут успею всего забирать вторую вышку. Полрайзерс, хотя мог бы быть липт, по идее. Тоже без удара. Да, мог бы быть липт, то есть. СФСУ, там следующая шмотка БКБ, и потом, наверное, будет все-таки делать сагай. Подозрение. Звучит неплохо, в принципе, данный выбор. У нас пока ванпост контролирует как раз-таки паник. Выход пошел в сторону Ник Салас. Но его тяжело будет. Но там много героев смещается, но да, как его убить, непонятно, ведь он уже под вышкой. Он билд меня, у него кай была, а юга, кукри разбиты. Ребята, у него взял кай, у нас камень, у него стояла билд на бухгстон. Ну да, да, но решается играть еще быстрее, взять еще югу. Старается, в общем, Хелл Рейзер здесь надавить. Ты еще приму, что тем временем нельзя на третье перемещение. Пока вот команды Хелл Рейзер, они хотели бы подцепить кого-то здесь. Допустим, вот поймать Разора, того же есть Глимс. Так, не будет. Команды Хелл Рейзер, это минус. Разора уже не будет. Повлечить Санэка. Телефор кастуется, но не докастуется. Даблк для паника. Идут дальше, но дальше не поймали. Или... Вот Глимс был бы еще один. Было бы, конечно, очень приятно. А, возможно, скоро откатится. Хотя, смотри, ЗЗДР, да, Глимс уже скоро откатится. Идут в сторону Эрик. Паймали еще и ВВР. Но минус три героя, нормально. Очень даже неплохо, иные команды Хелл Рейзерские. И попутно добавят последнюю вышку для деминии. Тут Глимс. Тут Глимс, кстати, подходит сюда, Мепарь. Здесь рядом. Ну, 15 секунд и ВВР, не знаю. То есть, в меньшинстве все-таки небезопасно сражаться. Потому что, ну, данная вышка не особо дает профит команде НИП. Так, и я думаю, вот у нас сейчас НИП и будут у нас планировать свои следующие действия, как только появится наш шотган на НИПаре. Пока что его нет, но он очень близок к этому. Есть деньги на Юлу, у НИКСа... НИПарь, кстати, сюда бежит на хосте. Очень агрессивно теперь играет команда НИП. Знает, что они за шотгутой. Так, а не ошибка ли это? Проблема дравства НИПов в том, что у них нету героя, который атакует. То есть, максимум, что они могут делать, это просто как бы бежать на ноге под треками. Пытаться, в общем, драться. Но если у HellRaisers есть ултимейты, то они могут спокойно играть. Не, его же так. Мы не можем, чтобы они не могли бы цельровать. Это МИКС быстро по паунте Катухнинс, у нас уже на месте. Все. Да, МИКС-центр вернулся. Пока ултиматитом в кулдауне отгоняет Чарли. Чарли у нас пол-КП, но вот там есть, у нас такой деф. Своих тиммейтеров от команды Ниндзя и Тижамос, и отступатель какого-то осторожная команда, но... Мы подцепили. Впрочем, где зацепили, мы не паника. Да-да-да. Впрочем, где зацепили, мы не паника, и еще есть. И еще на Сникс, но к нему уже разоржался. Смотрим, как он знает, что он не будет. И сейчас не будет улыбывать. Снова возбитого. Если на фронтовой, то он хочет. Снова падает Роджер. Это первый парень команды НИП, но в размет так-то еще и до Чарли сверху. Есть баунти вверху, еще, кстати, лежат. Пока что все еще нет применения команды HellRaisers. Графики примерно в нуле, но если вы крутите на баунти, то есть примерно тысяча. Вот, но по XP, по XP, по идее, они очень сильно вырываются вперед. Максимум может все это балансировать только мипарь. Но мы понимаем, что здесь куча лаволовной мипарьи дают мало. Потому что в HellRaisers просто огромное количество урона. Мантов, паника, который купит Весл. Кстати, отличный выбор, не агоним, а именно Весл. Чтобы мипарь меньше легенил со своими пассивками. Чтобы его чем меньше хилил, чтобы вверх не шахилило. Там вверх, чем-то было много. То есть тот же файд в цеты, чтобы наблюдали там с Мекой. Там очень много захилили себе парня из них. Тут, знаешь, может быть наркомания, но если здесь очень добрый там сходи, то это тут сходи супер профитные, которые тоже оригинные будут снижать. Есть, кстати, пушка у нас на Суприме. Следующий артефакт Блинк. И вот за Блинком уже появится куча потенциал уников, которыми не хватает. Очень сильно. Так, а здесь все-таки пустон. Экспланирует. Агрессивно очень пушит верхнюю мышку, есть 12 лев. Так, и тут Суприм у нас. Фаннику, по идее, мы тебе тоже влезли. Бурошпит нашли у нас в Шаллайдерс. Ничего себе так радует. Ну, там два игры разражаются. То есть я слышу ударов у Брашана, пока Фанник фармит крипов. Да, там WD даже есть. И вот с медалькой работает Бурошану, но... Как-то очень сильно туда очень медленно. Рошел в скан. Кстати, Санейка таких Рошанов не пропускает. Должен быть сейчас моментально смотру в Рошпит. Смотри, тут уже два героя по полхп. У команды Галвереза это очень небезопасно. Если не успею добить, то огромные проблемы могут возникнуть из этого мула. Ухл уезжает Никс Рошпит, Рошана не добивает. Может, пора уходить и нахажет лип. При этом... Ой, он уже почти погиб. Да, почти удар у Мила. Мипа уже купается в Рошпит. И Мипа просто орит, парни, как бы спасибо за Рошана. Окей. Вот он билд из-за ответка. Соград. Встреча в Рошан для команды Гиддитер Дамос. И вопрос, что творят у нас сейчас Холлун Рейзерс? Это очень-очень опасный. Там еще и поймали Панника. Паник без машины, без прыжка. И шутка в спину. И, видимо, конечная прыгает на свою полянку. Сетка мимо. Пытается уйти Паник. Еще и Сетка мимо. Окей. Погнал Мансин. Здесь привязка. Погнал одного Мипаря. Но остальные-то на месте. Сетка по Паник. Паник минус. Минус 3, минус Рошан. Вопрос, зачем? А, еще и минус выжилка в центре. Но увидели ДД. И, видимо, ДД подумали, что хватит ему урона. И, по идее, вот этим действием Холлорезер сейчас почти проигрывает эту игру. Потому что дают просто халявные... То есть, во-первых, очень кучу времени потратить от Рошана. То есть, все это время команды Гиддитер Дамос. И фармила. Во-вторых, погибло 3 героя. В-третьих, еще отдали Рошана. Еще и треки, да. И 3000 преимущественно моментально за командой НИП. Просто с ничего. И при этом иммортал сейчас халяврезердраться не могут. И блинку Мипа готов. Ну, то есть, урвана, да, еще. Ну, не знаю, вот, ожидаю, что импотит демиджи. Но, опять же, там, СФ через магию. И ультра была. То есть, урона, ну, та же ДД урона маловато. У вас есть медалька, ну, ну, допустим, и что? То есть, у вас нет спилов, которые уменьшают арморку. Если бы было бы еще хоть что-то, то да, успеем. Но просто медалька и даблдмшная сэфи с НИУЛом, ну, сомнительная. Зрешение. Тут у нас уже, вот, реализация блинка пошла от Мипа. Мипа глимсует, накрывает, не просто фрикеном. За ним едет погоня Соберлайт. Пошел, то еще и весло, не просто минус. Но это, да, трекилл. Трекилл, еще. Команда НИП. Привши 300 золота для Баунти Хантера. 7500, точнее, 7400 у нас у Мипа. У БХ, конечно же. У нас 10500 идет. Тут Роджер у нас занимается убийством Курьера, Охотник, сейчас, да, полностью дали инициативу у нас в Хелл Рейтерс. Хотя все у них было реально классно. То есть тут они ждут своих артефактов, ждут своего БКБ на СФ и БКБ там Аганима. Ждут на Тимбере вещей. Опа, нашелся. Курица, еще. Что-то неплохая курица, так-то с кудом ехала. Че так. И тут еще летят целые караваны Курьеров. То есть два уже подбита, еще два летают. Хорошие варды, кстати, стоят у, я бы заметил, у команды Хелл Рейтерс. За счет чего Роджер делает этот килограмм. Замечен, на нижней карте они ведут фактически всю нижнюю половину и ведут вот это перемещение этих Курьеров. То есть три варда стоят, они полностью ведут нижнюю реку. За счет этого понимает, в общем, Роджер, какие траектории у нас полетят Курьеры. с лопатой стать у нас 20 близко подъезжать додинения не так это как так это это и и и и и и и и и ну маник команды довед Parce ошибка повелись eh они не но сомнительно да и теперь как раз за счет этого приму что минорно выживает он умер не было бы теперь за счет того что он выжил 2 кило берет и приму что еще больше растет уже центральная вышка у нас падает есть еще баунтер у нас сверху есть верхняя и верхняя вышка приму что сейчас будет около 5000 за командой и единственное за счет чего час колорезер держится в игре это за счет вот этого он плечер который просто на убивал кучу курьеров вот но отметим командой найти начинают они в общем уже очень аккуратно своих курьеров использовать смотри вот верхний летит контроля достаточно достаточно в общем убивать так последняя внешняя вышка осталось у хелл рейзерс скаде кстати уже половина скади есть даже больше половина на супремя как его сейчас убить вообще непонятно сейчас улона катастрофически не хватает bkb на эстетии нет и там по моему следующий архипакт у него был блинк если не ошибаюсь агонировал что же не пахнет здесь это вот это тоже не хватит на миксе у нас все еще он ждет в общем но тоненькая врус стон свой до 100 до лотус хотя опять же скорее всего нужен быстрее агоним потому что просто не платит урона так ну деньги на бустон кстати есть уже единому что он есть на командой найти сейчас зажимает на базе хелл резерс с баунти-кантером с вот этим гораздо легче потому что это ладно трек почувствует то есть то есть а после поменяли вот под каю какие характеристики вы изменили ну через кай собирать а ну просто совмещение характеристика соул бустера и кай то есть там стал меньше реген получается да но больше дам с кай улетает но он там кстати приятно то есть он получается в спец собирается что сейчас лотус или кай и все да два рта ну еще это цели конечно она точно то есть три а там верхнюю башню на тимбере под чена под рельер на 7000 преимущества команды на эти которые 4 на базе у нас запнулись запускает и все так рожан точнее не аж от аидис уже выпал это понимает аппарата мир уже нет а егеса у микро но зато почти ска но вот что теперь делать то есть примерно вот к 27 будет рожан вряд ли в этот момент что-то будет делать не плать того что идти на хэгешку без а егеса не стоит а что успеет оформить себе холл рейтерс это путь в дизуаль все понятки троджер кстати еще один кором но это очень да так себе план по крайней митом центре добрался он на вражескую половину сейчас играть с учетом того что nip завардели весь лес есть баунти хантер который бегает скаутит то есть ищет вот этого клинкса ревелить все смоки и пофармить всю карту очень очень сильный арт который будет уничтожен моментально прям сыгрю поставил роджер неприятно опа честно пошел так поднимаешь куда-то перемещался а пытается найти битва эпизора пошла так ну и прямо что уже 8000 через минуту появится баунтик то есть мне кажется почему так 25 минуте уже вы приму что около десяти тысяч и все еще раз все еще холл рейтерс не может провести здесь за местных так это дашка там это видел гиппу вроде как что знают клинц опять же был буквально здесь 10 секунд назад так а есть бкб если бкб отказался казался от блинка понимаю что ситуация сложная купили смог хотят выбраться с базы хотят выбраться с базы под смоки у меня не посмотрите по 2 из так что блин обезда сейчас можно погибать добьет мера кстати курьер с блоки пара для чарли но церкви же дороже на гадлайк для супер и богатом так и за сбору смог вот он ими по 21 пиком мог вниз вот фаника под фаника здесь кстати есть варк но не видят пока что у нас и напи ничего а вместо этого не кстати планирует выход мид таким образом хотят холл рейтерс вернуть на базу потому что мертвый вечер а где на шабернате планирует мертвый ауэр просто на бк там помещается уже просто посмотрите что это такое это нечестно там все про баммана я не про баммана везде вот с армора и все ну как и рад и так по серии вообще-то ему все да вообще плевать а вот так нормально а так дэвент пошел но может быть стрейкл вот там вот разращает и вот пошел хил от команды нигде пижамас еще и запускать у нас пока свой серикенчик на развороте и все нормально мне тебя убивать ну ауры рулят конечно ауры рулят да вот этот кулак который найти смогли собрать за счет фида фида хэлл рейтерс на рошане теперь в общем но мы не видим как это можно остановить по факту там по две тысячи жизней у всех героев уроны флорезер строго ограничены то есть все герои у них маги если бы они держали свой какой-то атакующий темп да вот этого брона поставила собрала это ноги попытка еще дай его пробить если у вас из своих угрызается просто в них соответственно и так понимаю да уже отошел с наконец-то Испитить нужно его здесь срочно. Есть последний, если он опять не убивает, даже то, что как-то сложно его убивать. Привязанник только сейчас падает у нас декантер. Есть Юл, у нас за тем временем офцательный, ацетив на Блокенбаре, Блокенбар заканчивается. Чарли, у нас Паттерм очень сильно разделился, так его бьют. У нас тут бьют Рожен, а он был бис, вроде замансил, но наступает Астрляк. Сгрызается Чарли, но там попадает в Блокенбаре за Рожен, чтобы уйти. Нет забедления до стола, не попрыгая дальше в погоде. Все, отступает Паник, это у нас еще в команде притягивается Диггер на пару с Паником, чтобы подсейвить. Нет, смогли взять 2 килла, но преимущество было 9000 за ИП до драки. Сейчас было 11, и скорее всего, вот этих героев сейчас тоже фана ходят у нас. Злопил, по Панику не успели. Настолько много артефактов найти, что даже реверну у нас с Блинком, то есть смогла с этой атаки. Тут Рожен очень круто на нее напал, но этот Блин полностью сейвит. Блин, урны, наверное, какой-то, наверное, не хватило, чтобы этот Блинк сбивать. Но у Рожена нету магического урона никакого. То есть тут всегда может Терра сделать Блинкаут, если захочет из Клумбембрейса. Я туда. Так, а здесь у нас Шива планируется. Планируется Шива, 18-й левел. Нужны срочные левела HellRaisers. Нужны 18-е, чтобы ультимейты усилились. Нужны 20-е, чтобы получить следующие таланты. И мы видим даже, что этого Баунти Хантера, при том, что идеальная была позиционка от HellRaisers, увидела почти нереально. Вот это кольцо SSRING, pipe, он еще максимально не уплотнился. И всего лишь 15 левел, кстати, у Соберлайта, ну, сколько он жил. Ахиллайте сами, кстати, идут в атаку. Был в атаку, видно, видится, и паря. Наступил на Стряку. Тут тебя били по параду. Чуть-чуть позицию. Блин, что-то, 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 что-то. Падает он с DSR, подключает никса, обрывается на свечах. Успает, там есть Чейблочей, Чейблочей, минимальный шутган в лицо, это минус три героя у команды. Делорендерс и Илья отступает он с Микошка на пару с паником. Вообще не хватает урона теперь, катастрофически. Ну, круто играет, и найти. То есть против Баунти Хантера нельзя так видеть. Не так видеть против и поля, потому что просто закрывает на базе. И потом, если играет правильно в темп, просто банально не хватает урона. Как бы ты там эти скиллы не хватал, не кидал, физического урона у тебя особо нет. То есть книги критов, в рапир ты тут не соберешь. А магии мы понимаем, что там хаверезер, с каком-то говоря, ты пищу урона могут внести. Найпи там 2000 и отхилят, и 1000 урона просто не хватит, чтобы угрызть. Вот опять же бафа. То есть у вас есть вожак волков, у нас есть медвежема. Угу. Очень все как бафа, пошла бафа во время подуша. Ну что, финус линия первая, вторая линия первая команда, это скоро будут берут живы у команды Хэллы Рейс, готовы они уграться или нет. Вот в чем вопрос, ведь нет, что пока, спасибо, 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 так-то еще не учено на базу с неверной. Вырезают Роджера, урожена есть байбэк, байбэк, он не смешно, но в садик. Сегодня маловато будет плин, покупающий байбэк, у него тоже нет. Садик, он такой же, он не может вырваться, чтобы разъютиться. Ну вот и все. Да, смазка ловаться, то есть утащить хватает. было решение убить этого где команда играет хорошо она не ошибается просто момент рожаном когда зашли в рожпит